всем привет сегодня у нас очередные съемки я снимаю с дачи и как и в прошлый раз с лягушками я поместил вот этих красавцев в контейнер и снимаю их через москитную сетку заранее извиняюсь если будут какие-нибудь помехи но зато есть возможность по двум видео сравнить размеры это у нас травяные лягушки обитающие в подмосковье иногда их можно встретить близ прудов москвы специально в качестве подстилки для того чтобы у них была влажная среда я им наложил всякой травки лопухов различных одуванчиков в общей сложности я набрал 9 лягушек буквально сходив утром по местам где они где влажно где много сухой травы под стать их цвету коричневатому такому у нас тут семь из девяти лягушат еще двоих я не стал туда к остальным закладывать потому что они слишком маленькие и боюсь что остальные лягушата лягушки могут раздавить этих маленьких лягушат тем более что эти лягушки так сказать любят ползать друг по другу у них никак не составляет никакого труда заползти тон одного лапой и еще чем-нибудь особенно если они кучкуется в углу можно заметить их прекрасную такую раскраску от красного кирпича до такого грязно-зеленого либо грязно-коричневого или просто коричневого цветов очень красивые очень разнообразные прекрасно выглядит просто прекрасно и примерно в таких лягушек у меня разовьются мои лягушата которых я содержу в своем акватеррариуме вот у нас два прекрасных представителя можно заметить как они дышат и также различие в их окраске которая сводится буквально цветовой гамме и конкретно пятых на спине или лапах но в целом камуфляж у них приблизительно одинаковый это различные черные пятна в основном на лапах и обязательно вот этот идущие через нос через глаза барабаны перепонки чуть дальше вдоль виска так сказать темное пятно это отличительная особенность травяных или остромордых лягушек так сказать от ряда бурых лягушек обитающих в москве и под московье и под других подобных широтах при этом травяная лягушка более устойчива к сменам температур однако менее устойчива к длительному воздействию достаточно прохладной воды это могу сказать что смысле это подразумевается что травяные лягушки вполне могут жить на суше при изменчивости климата при жаре и предостаточно холодной температуре но при этом не могут длительное время находиться прохладной воде их мускулатура мышечная масса не выдерживает перепада такого постоянного холодной температуры и они могут погибнуть что значительно отличает их от прудовых лягушек которые живут непосредственно в воде вот еще на нашу кирпичного покажем естественно так же как и продовые лягушки они в зависимости от обстоятельств от окружающей среды мимикрируют то есть меняют свой оригинальный оттенок на более светлые либо темные тона в данном случае поскольку здесь достаточно травы и не особо нужно менять свою окраску сторону светлого светлых оттенков но тем не менее в бурой траве посреди земли они гораздо тем темнее выглядят и гораздо сложнее найти собственно мне удалось найти только потому что было утро ранее роса естественно они кучкуются там где достаточно влажно есть дерево предпочитая сидеть под чем-то деревянным либо каменным в общем какой-нибудь укромном месте из которого можно достаточно быстро выбраться и которая сильно задерживает влагу собственно поэтому здесь и трава трава задерживает влагу чтобы лягушата не высохли в домашних условиях можно увидеть всех семерых лягушат если правильно посчитать тем не менее не перемещаются и вполне возможно что мы можем кого-нибудь упустить но в принципе я показал вам буквально всех лягушат в молодости у них также заметно достаточно на затылке похожее на l пятно уточнее каскад пятен который к взрослой жизни расходится и тут уже это л пятно практически незаметно поле конечно у них определить не могу но мне не вполне достаточно и их окраса достаточно различного достаточно экзотического поскольку они у меня находится всего несколько часов не буквально их часов 8 наловил то они еще стесняются хоть и немного успокоились но квакать не торопятся мне конечно слышал несколько раз как они квакали но каждый раз когда я начинаю их снимать они перестают это делать и становятся более пассивными и либо осторожными вот эта лягушка у нас самая крупная самая толстая из всех остальные все немножко поменьше трое поменьше и трое еще наверное подростки тем не менее вполне можно сравнить насколько они красивые ну а черные пятна которые мы видим это гуана а если точнее и фекалии естественно они же освобождают кишечник в процессе своей жизнедеятельности конечно долго держать не буду в этом лотке и непременно их выпущу основной идеей мне было как раз подробно снять этих лягушат чтобы можно увидеть всю гамму красок и внешний вид и заодно немного осветить о том что из себя представляют травяные лягушки так что теперь можно сравнить два видео травяных и прудовых лягушек конечно прудовые лягушки выглядят поярче по зеленее но это обусловлено их стилем жизни более водным посреди водной растительности водоемов ну а травяные несмотря на то что вроде бы более тусклые ничуть не уступают прудовым ни по размерам не по обаянию а по различиям раскраса даже пожалуй превосходят они у нас замерли не особо хотят быть приветливыми но это вполне понятно потому что они здесь против своей воли опять же долго мы держать не будем и через два-три часа отпустим на волю буквально там где я их взял ну а пока конечно они окажутся на воле раньше чем увидеть это видео но пока вы можете насладиться внешним видом этих прекрасных травяных лягушечек всем до новых встреч до свидания